вы наверное уже успели заметить что возле название городов есть вот такие значки чтобы они могли означать это означает что в данном случае в данном городе есть пока еще одно предприятие мясокомбинат то есть когда город достигнет третьего уровня можно будет еще одно владение установить еще одно предприятие в данном случае у нас мясокомбинат если здесь нет никакого изображения то он никому не принадлежит грубо говоря просто жители там работают это предприятие можно купить в данном случае она стоит 341 тысячу для чего его покупать давайте купим и посмотрим купили теперь установился значок это мой значок теперь я владелец этого предприятия я могу его вернуть городу а могу улучшить и что это даст а это увеличит производство с 2 и 4 до 4 и 8 вагонов груза в неделю тем самым мясо и ботинки будут производиться в большем объеме естественно раз в этом городе производится мясо и обувь в этот город поставлять мясо и обувь уже не нужно их нужно наоборот продавать в другие города в те где нет этого производства в данном случае сакраменто у нас есть тоже самое предприятие мясокомбинат давайте посмотрим куда можно увезти вот здесь нет мясокомбината то есть городу рейдинг нужно мясо и ботинки поэтому мы направляем локомотив сан-франциско до рейдинга тем самым зарабатываем деньги ну и тут же в обратном порядке раз у нас в сан-франциско нет ни шелка не пиво мы направляем локомотив в обратную сторону но этим может заниматься один и тот же локомотив я просто установил путь сан-франциско сакраменто и рейдинг благодаря чему у меня мясо сюда не доставляется потому что она тут есть сан-франциско у меня в сакраменто доставляется почта пассажиры а сакраменто загружается мясо и везется уже в рейдинг если я хочу чтобы зарабатывал сан-франциско тогда я сакраменто убираю из списка теперь сан-франциско напрямую без остановок движется в рейдинг и продает мясо именно туда связи с чем сан-франциско растет